Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Вообще, я хотел сделать изначально скринкаст по GetCourse, но понял, что тема обширная, а сам GetCourse не дешевый. Поэтому сейчас скринкаст скорее для тех, кто уже пользуется GetCourse. Одной из важных составляющих работы на GetCourse является проведение вебинаров. Это с одной стороны. С другой стороны, все уже настолько привыкли к Zoom, что как-то хочется поженить одно с другим, то есть вести вебинар в Zoom, но с трансляцией на GetCourse. Возможно ли это? Да. Вот мы создали вебинар и здесь внизу есть закладка «Дополнительно». Тут нам нужно включить видеокодер. На этом пока все. Вот наш ценный вебинар, который начнется когда-нибудь. Теперь переходим в Zoom и планируем конференцию. В отличие от GetCourse, о котором или много, или ничего, поэтому там я обожелся без подробностей, здесь я опускаю подробности, потому что у меня есть серия уроков по Zoom. Ссылку оставлю в описании. Сохранили и вот здесь внизу есть панель для настройки потокового вещания. Кроме распространенных площадок есть индивидуальная служба потокового вещания. Вот она-то нам и нужна. Здесь у нас запрашивают URL-трансляции, ключ и URL-страницы. Перепутать можно только урлы, поэтому следите за руками. Вот это URL-трансляции. С ключом все понятно. Вот он. А вот это URL-страницы. Берете из адресной строки браузера. Все. Сохранить. Дальше дожидаетесь анонсированного момента начала конференции, мы сделаем монтаж и предположим, что это время уже наступило. Сначала запускаете трансляцию в Zoom. Включу камеру, чтобы было видно, запустилось у нас что-то или нет. Опять же не обращайте внимания на антураж, я на даче и тут холодно. Переходим в «Еще» и тут трансляция на индивидуальную службу потокового вещания. Напомню, что характеристики потока мы настроили заранее и вот он нас перекидывает в Get-курс. Можно посмотреть, пошел ли сигнал. Да, пошел. Интернет у меня тут не очень, но вообще качество вещания отличное. Ага, вот разогналось. И здесь соответственно открываем комнату и начинаем прямой эфир. Все. Тоже качество пока не очень, но сейчас разгонится. Ну и собственно дальше вы проводите классическую конференцию в Zoom со всеми входящими плюшками в виде, например, демонстрации экрана. И по окончании вебинара завершаете трансляцию сначала в Zoom, а потом завершаете вебинар в Get-курс. Имейте в виду, что видео идет с задержкой, секунд наверное в 30 субъективно, поэтому дождитесь окончания и после этого завершайте вебинар. Все. Предельно просто и очень полезно. Например, я недавно общался с представителями конференции фандрайзинг нового времени и они таким образом сами организовали вебинар на Get-курс, а раньше им приходилось обращаться к сторонним специалистам. Так, ладно, еще покажу, потому что там мы создали и сразу запустили. А если вы создаете конференцию за несколько дней до мероприятия, то она у вас хранится вот здесь, в предстоящих. Ну то есть открываете и запускаете, как я показал. Здесь же, кстати, есть ссылка для других участников вебинара, если вы его собираетесь проводить с двумя и более спикерами. Как именно это все будет устроено в данном случае решает Zoom, а не Get-курс. В целом, как мне сказала Виктория, представитель конференции фандрайзинг нового времени, Get-курс это вертолет, но подходит только для комплексного использования. Он имеет смысл, если здесь держать CRM, сервис рассылки, делать лендинг и так далее. Я не знаю, насколько это востребовано у наших подписчиков, поэтому голосуйте лайками и комментариями и я, возможно, сделаю продолжение. А еще подписывайтесь на канал и любите друг друга.